Редактор субтитров А.Семкин Моногород – автомобильная столица, центр химической промышленности. Таков Тольятти в глазах россиян. Но за стенами заводов и предприятий гигантов кипит разнообразная и насыщенная жизнь. За мной, зрители, я покажу тебе творческий ландшафт города, его культурную панораму. Меня зовут Ирина Грумеза. Добро пожаловать в другой Тольятти. Сегодня будет батл между джазом и кроссовером. Там не только джаз будет, но и танго, будет поп-музыка. И все это под соусом Петра Ильича Чайковского. Мне исполнилось 8 лет, когда началась война. Хорошо помню, что улица была нашей переполненной людьми. Разволновалась я, когда узнала, что мы будем делать эту тему, потому что это настолько тонкая грань, сделать это не пафосно, сделать это проникновенно. Они сошлись. Квартет и трио «Москва и Санкт-Петербург», «Добрый вечер» и «Страдиваленки». Два коллектива совсем скоро сойдутся в баттле под названием «Чайковский джаз». Так откроется 13-й фестиваль музыки и искусств Тремела. Скажите, пожалуйста, как вы намерены побеждать противника? Вы подготовили уже какую-то специальную программу или это будет в основном импровизация? Дело в том, что этот фестиваль назван «Чайковский джаз» неспроста. Дело в том, что этот год ознаменован юбилеем Чайковского, а именно 180 лет со дня рождения. Поэтому у нас подготовлена огромная сиита джазовая со всеми аранжировками, сюрпризами. Там не только джаз будет, но и танго, будет поп-музыка. И все это под соусом Петра Ильича Чайковского и Чайлкунчика. Соответственно, вот наше оружие – это мы, играющие, импровизирующие. Наш коллектив не столько джазовый, сколько все-таки сценически оправдывающие понятия кроссовер, смешение жанров. Потом тем интереснее, мне кажется, батл, что сегодня будет батл между джазом и кроссовером. Расскажите, в чем особенность именно вот кроссовер-исполнение, кроссовер-направление? Что вы с чем миксуете? И всегда ли это удачные эксперименты? Ну, это уже судить публике, удачно это или нет. Но миксуем разное. Основа – это, конечно, классика. Здесь же знакомые мелодии из кинофильмов, народные песни, может быть, даже эстрадные какие-то. То есть более возвышенный жанр мы миксуем с таким более массовым. Вы впервые здесь на фестивале? Да. Мы впервые на этом шикарном фестивале. Как первые впечатления, когда приехали? Обалдеть просто вообще, как будто мы за границей где-то. Фантастика. Да, фантастика просто. Потрясающий прием. Очень все красиво. Скажите, в чем сила джаза? В чем его очарование? Джаз – это, прежде всего, импровизация. Что мы импровизируем, что музыканты импровизируют? То, что они могут сказать, то, что они хотят сказать, то, что у них на сердце. Вот в этом все сила. Когда вы уходите в импровизацию, вы вообще себя ощущаете? Что в этот момент чувствует музыкант? Я где-то видел, есть ученые исследовали, что происходит у музыканта в мозгу во время игры. У него происходят как фейерверки, взрывы такие. Он полностью отключается, у него полное воспарение какое-то. То есть он находится в состоянии эйфории. Как только концерт заканчивается, сразу это пространство сужается, и ты оказываешься на Земле. Это как, видимо, вылет в космос. Вы это ощущаете? Конечно. Нельзя так вообще улететь, забыть про время, уже 5 часов прошло, вы все играете. Так зачастую происходит. Смотришь на часы, уже никого нет, все собираешься. Уже провода. Уходим. Да уходим. А ты все еще в состоянии возбуждения. А бывают неудачные импровизации? Как вот вообще поймать эту волну? Ты делаешь вид, что они удачные. Ты неудачно сыгранную фразу играешь следующую, как бы копируешь предыдущую, и делаешь вид так, что вроде бы так и надо. Уверенно главное сделать это. Да. В этом смысл джаза. Даже Хэрби Хэнкок говорил, что не бойтесь неправильных нот, бойтесь скучной игры. Можно играть правильно и скучно, а можно играть неправильно, все время бороться со всеми ошибками, и будет очень весело и интересно. Как у вас взаимодействие в команде построено, если кто-то что-то не так делает? Есть какие-то секретные знаки, кто-то кого-то чем-то кидает? Как вы взаимодействуете? Уши, мы слушаем, что происходит. Если кто-то никуда-то не пошел, мы стараемся поймать это место. Ну, просто мы друг друга поддерживаем. Титан джаза Хэрби Хэнкок в своем интервью однажды сказал, что когда он выступал с Майлзом Дэвисом, то Хэрби играл такой джазовый стандарт и сыграл аккорд совершенно не тот, что в нотах, другой. Это было с точки зрения классической академической гармонии, фальшивый аккорд, неправильный аккорд. А Майлз Дэвис, трубач, с которым он играл, услышал, что этот аккорд был сыгран неправильно и обыграл этот аккорд. И так получилось, что он прозвучал очень вкусно, пряно, необычно, из-за того, что все слушали друг друга. И опять же, зрительный контакт важен, уши важны, не только выученный текст, потому что импровизация, она то импровизация, что мы генерируем новую музыку в реальном времени. Каждый раз она неповторима, она новая. У нас у всех, так скажем, академический такой бэкграунд. То есть мы когда-то были серьезными музыкантами, и сейчас, в общем-то, продолжаем мы ими быть параллельно. И в этом проекте, так скажем, вот это взаимодействие, оно, с одной стороны, немножко сложнее, чем условно в струнном квартете, а с другой стороны, оно позволяет найти какие-то другие средства выразительности. То есть, если вы обратите внимание на то, как мы выглядим, мы не очень похожи на академический коллектив, который будет играть сейчас серьезную музыку по нотам. Хотя она на сфраке. И то же самое происходит и с репертуаром, и со стилем исполнения. То есть, с одной стороны, имея хорошее образование, правильный, скажем, подход. Вы можете просто уже позволить себе похулиганить. Ну, да, конечно. Сам проект по себе придуман именно для того, чтобы зрителям и искушенным в классической музыке, постоянным посетителям филармонических концертов, и незнакомым, все-таки показать именно подход к классике, в том числе, и, может быть, даже в первую очередь, как в музыке живой всегда. Именно потому что, так же, как в той музыке, которая в чем-то проще и понятней, в ней в качестве основы очень естественные и вечная любовь, дружба, взаимопонимание, предательство иногда. И это все звуками гениальных композиторов записано давно, много раз, но при этом по-разному. Вот в каждом произведении найти этот сегодняшний, очень живой, объемный и настоящий смысл можно с улыбкой, иногда с иронией, а иногда, в общем, даже с какой-то большей болью, до которой не опускаются музыканты исключительно в черной одежде. Мы несколько лет назад провели ребрендинг, и у нас был фестиваль «Классика над Волгой», сейчас стал тремоло. Тремоло для нас – это не то чтобы нестабильность, а это некий поиск, постоянный поиск чего-то нового, новых форм. Прекрасный вечер, чудесная музыка, море впечатлений, я просто в восторге. Слушать классический джаз, слушать классическую музыку в джазовом исполнении – это на самом деле великолепно. Вальс цветов я знаю в классическом исполнении, и здесь было очень интересно, необычно и просто фантастически. Мне исполнилось 8 лет, когда началась война. Хорошо помню, что улица была нашей переполненной людьми, и ребята из нашего двора все были здесь. Сережка, Олег, Светик, Саня, Женя, Милишка. Как только зловещая тарелка объявила о начале войны, наши мамы заголосили, и мы, ребятишки, поняли, что случилось, что-то страшное. Детям войны посвящается. Новая программа Тольяттинского театра «Кукол» в честь 75-й годовщины победы над фашизмом. Немножечко разволновалась я, когда узнала, что мы будем делать эту тему, потому что это настолько тонкая грань, сделать это не пафосно, сделать это проникновенно, и сделать это действительно адресно и со смыслом, чтобы это принесло пользу. Я не помню, чтобы где-то было, ну, как бы вот прям специально раскрывали эту тему, а мы прикоснулись к этой теме, чтобы рассказать людям и поведать о том, что дети на войне-то они тоже были, и они немалый вклад вложили. Постановка – это литературно-музыкальное повествование о тех, чье детство прошло под звуки бомбежек и сводки с фронтов. Реальная история мальчишек и девчонок, которые еще вчера гоняли по двору с новенькими игрушками, а завтра… На фронт настолько велико было желание приблизить конец войны. В программе много песен и танцев времен 40-х. С артистами театра «Кукол» работали приглашенные хореографы. Задача была, чтобы нетанцующие артисты затанцевали. Мы сделали все возможное. Что использовали кнут, пряник, комбинированную технику? Комбинированную технику однозначно использовали. И иногда приходилось пожестче. Они обижались, уходили. Но все равно возвращались и делали так, как нам надо. Триорида, триорида вертится в сакс-трус. На площадке танцевальной 41-й год. На площадке танцевальной 41-й год. Мое лицо такое. То есть я реагировала на все. Потому что я себя считаю вообще совершенно деревянной. Но когда у нас хореограф покажет такое движение и такое, я вот так... Зависла. Все. У нас просто танец с партнером. Как раз мы пришли на площадку и не умеем танцевать. То есть Сережа мне наступал, ну, раз 500 на ногу. Да, нога у меня немела просто. Ну, конечно, и плакали. И все, что можно было. Бывали дни, когда действительно приходишь домой, и вот что-нибудь там начинаешь делать, и вот эти вот топотушки, прихлопы, они сами собой идут, понимаете? И думаешь, господи, как бы не напутать, все ли сделать правильно. Образ времени дополняют игрушки, которые изготовили специально для этого представления. Кукла Маша, медвежонок Миша и грузовик. Это наша гордость. Мне позвонили из нашего города, из Центра культурного, когда увидели фотографии в Инстаграме. Мы выкладывали фотографии о процессе нашей постановки. Они говорят, ребята, вы взяли из фонда наследия куклу, машинку, медведя. Вот это да, они вам там доверили. Я говорю, ребята, это сделали наша цеха. То есть абсолютная такая копия вот ретро-игрушек. Театрализованное представление детям войны посвящается победитель программы «Химия добра». Этот конкурс поддержки социальных и культурных инициатив проводит корпорация «Тольятти Азот». Современное поколение, наверное, это первое поколение детей, которое узнает о этих событиях не из рассказов, а из пересказов. Потому что все меньше и меньше становится, к сожалению, участников и очевидцев этих событий. И поэтому очень важно сохранить эту память. Формат, предложенный театром кукол, нам показался идеальным в том плане, что и это и спектакль, и детский спектакль, и на разные возраста рассчитан. Мы несем посыл, несем миссию. Это действительно так. Это очень актуальный материал сейчас. Мы передаем огромный привет всем, кто сейчас находится в зоне военных действий, каких-то конфликтов. Мы хотим, чтобы действительно дети не страдали. Самое главное. ПЕСНЯ На сегодня это все. Мы увидимся с вами ровно через две недели. Место встречи – другой Тольятти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова